Фетисов арена и хоккейный клуб «Адмирал» готовы принять матч звезд КХЛ и Олимпийскую сборную страны. О таких грандиозных планах рассказал генеральный директор приморской команды Илья Спокойнов. Он отметил, что заявка на встречу в 2018 году звезд хоккея уже подана. Что касается предолимпийской подготовки сборной, то, по его мнению, из городов-кандидатов нет никого лучше Владивостока в плане логистического расположения. «Отказа нам нету, подтверждения нету. Мы бороться мы будем, потому что мы максимально оставили все заявки, чтобы все-таки такое шоу прошло на нашей территории. Потому что, мы понимаем, Новосибирск борется за получение чемпионата мира по молодежке на самом деле на себя. Мы хотим хотя бы получить матч звезд в ближайшие два года к себе и однозначно для готовки национальной сборной». Спокойнов также отметил, что сейчас идет работа над внутренним и внешним благоустройством арены. В скором времени достроится фан-трибуна за воротами, улучшится территория вокруг ледовой площадки, а также решится злосчастный вопрос с транспортной развязкой вокруг фетисов арены. Напомню, матч звезд КХЛ в 2017 году уже определился с площадкой. Зрелищная игра пройдет в Уфе. Чемпионат Европы по кикбоксингу стартовал в городе Морибор, Словения. Защищать честь России на этих соревнованиях отправился и приморский спортсмен Александр Захаров, который будет выступать в категории до 75 килограммов. По словам его тренера Андрея Подоплелова, наш кикбоксер имеет все шансы пополнить копилку своих наград. Александр летом готовился в родному Сырийске, в августе принял участие в сборах, которые проходили в Челябинске, а в сентябре приморец участвовал в таком же учебно-тренировочном слете уже в составе сборной команды России. Напомню, Александр Захаров – самый титулованный приморский кикбоксер. В его огромной коллекции наград есть и чемпионство мира 2015 года, и золото первенства Европы, и действующее чемпионство России. Краевой фестиваль по программе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО пройдет во Владивостоке. Узнать свою готовность к труду и обороне в этот раз смогут уже студенты. С 27 по 29 октября в спорткомплексе «Олимпийц» встретятся представители шестой ступени комплекса ГТО. Это учащиеся вузов в возрасте от 18 до 24 лет. Состав каждой команды будет предполагать 50 человек. Виды испытаний уже классические – от бега и прыжков в длину до плавания и метания снарядов. Участники, выполнившие нормативы комплекса, будут представлены на награждение знаком отличия ГТО соответствующего достоинства – бронзовым, серебряным или золотым. Максим Яковлев, Новости спорта на 8.